Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Май пятый месяц в году, но последний месяц весны назван в честь богини Майи, в переводе с греческого матушка-кормилица. Она являет собой расцветающую природу и плодородие. Иногда май бывает жарким, а иногда прохладным. И все же, какая погода будет сегодня? В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза. В отдельных районах Сильный и Град. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 5-10 в горах до плюс 5, а днем 13-18 выше нуля и местами 6-11 со знаком «плюс». В Черкесске кратковременная дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 15-17 градусов тепла. В начале мая на Смоленщине открыли памятник воинам-карачаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как возникла идея создания этого монумента? Кто эти солдаты? Кто автор памятника? И как прошло его открытие? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии, моей соведущей Белли Джозаевой, ответит идейный автор, вдохновитель и организатор мероприятия, председатель правления ветеранов Афганистана Карачаева-Черкесии, руководитель исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России по Карачаево-Черкесии» Иса Мамчуев. Доброе утро всем! Доброе утро, Иса! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, значит, повод для нашей встречи, он очень хороший. Все мы знаем, что вот в средствах массовой информации, в социальных сетях прошла информация о том, что на Смоленщине открыли памятник. Памятник воинам, воинам-корачаевцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на Смоленщине. Я бы хотела узнать, вы автор, вы инициатор, вы выносили эту идею, и мне хочется узнать, как эта идея возникла, как все это происходило, и почему именно на Смоленщине. Вообще об истории этого монумента хотелось бы узнать. Доброе утро! Дело в том, что ко мне обратился родной мой племянник, и сказал, что меня ищет Хапаев Муса, и сказал, что он поисковик. Я о нем слышал, но, к сожалению, я с ним знаком не был. И мы обменялись телефонами, начали разговор, и он сказал, что несколько раз обращался сюда по данному поводу, и хотел бы, чтобы в честь погибших наших земляков был установлен памятник на Смоленской земле в городе Сычевка. Изначально было 15 человек, и он мне скинул списки. Я сверился со списками, связался с областной администрацией Смоленской области, с Сычевским руководством района, и, соответственно, началась работа. И хотелось бы, в пользу случаем, сказать огромное спасибо художнику Барлакову Микеру, который, честно говоря, абсолютно бесплатно, будучи больным, абсолютно бесплатно сделал чертеж, схему этого памятника. Обращался к другим, не буду говорить фамилию, но другие мне запросили цену. Но, несмотря на это, памятник мы смогли поставить. И после того, как пришлось выезжать на место, получено было разрешение, я выехал на место в мае прошлого года, и, соответственно, на месте я еще работал с документами. Также начались устанавливаться еще другие, я установил еще 7 человек дополнительно. И в результате всего было установлено и выделено место, и, соответственно, в результате переписок опять-таки, и установления мест погибших, они, большинство вот этих 22 человека, наших земляка, погибли не в одном месте. Они все погибли в разных местах Сычевского района, но я хотел их увековечить именно в одном месте, на поле памяти, где покоится более 100 тысяч погибших. Это рядом с федеральной трассой. И, соответственно, вышли с предложением к одним людям, которые занимаются мемориалами, к другим, по цене не сходились, и нашел Гаджиев Тимур. Он воплотил идею. Да, дагестанец, я связался с ним по телефону, и когда я уже приехал туда, он мне показал, какие камни, что из чего он может сделать, я сказал, что нужен красный гранит и черный мрамор. Соответственно, работа пошла, и через буквально, наверное, месяца 3 он мне сказал, что нашелся камень, я хотел именно цельный камень, олицетворяющий Эльбрус, чтобы именно, вот, и, соответственно, часть работы была проплачена, и установлены, как хотели мы, внизу написано Аллах Рахматы Цин, то есть, покойтесь миром, внизу Алланский Текмек, и знак, вот именно, да, что они мусульмане, и перечислены фамилии. Соответственно, пока вот мы работали с этим памятником, я установил родных, родного племянника, вот, несколько человек, потом двоюродных установил, родного тоже внука установил, были несколько таких моментов. Иса, а как вот эти поиски проводились? Как вы узнавали этих людей, об этих людях? Документально, архивы, соответственно, есть такой сайт память народа, и, соответственно, путем поиска созванивались, у меня есть телефон с поисковыми отрями Смоленщины, с поисковым центром, соответственно, с ними созванивались, и, конечно, обменивались информацией, и, соответственно, когда уже все дошло до завершения, и мы опять-таки выехали туда на место, и определили место, как, и, опять-таки, была проплачена вторая часть работы, и, соответственно, уже пошло дальше. Теперь хотелось бы о самом открытии узнать. Я знаю, что это происходило в особой торжественной обстановке, я знаю, что был высший офицерский состав, я знаю, что вы повезли отсюда делегацию, 14 человек. Кто входил в состав делегации? Состав делегации, вот, Старичина Карачая, Качиев-Халид, которые, вот, они все были с духовным саном, хаджи, все, и они были все в национальной форме. Соответственно, вот, всех я перечислять не буду, но их, как бы, вот, предводитель, Качиев-Халид, это все они с Прикубанского района, с села Дружбы. И очень хотелось сказать им огромное тоже спасибо. Они поразили, знаете, вот, сценарий составлял я. Единственное, вот, что добавили к моему сценарию, вот, в Сычевском районе, это выступление главы Сычевского района. Как бы, да, я это упустил. И когда, вот, дали слово для прочтения Дуа-Молитвы, вышли наши земляки и прочитали Алхам. И таким голосом, классным пением, да, все были поражены. Они впервые это увидели, и, соответственно, местные жители были просто поражены, они плакали. Плакали, конечно, и мы тоже, потому что в силу того, что мы боялись, что мы можем не успеть, так как я тоже болел пандемией, и боялся, что, взяв на себя эту ношу, я не смогу сделать. И также, вот, пользуясь случаем, хотелось бы, вот, я уже неоднократно говорил, но тем не менее, пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова огромной благодарности моему первому заместителю, почетному заместителю Кубанова, султану Хамиду Ильясовичу. Потому что и без него, наверное, этот памятник бы не состоялся, скажем так. Потому что он помог не только информационно, СКА Малокарачаевского района, благодаря его работе, Более 200 тысяч было выделено. Он работал с бизнесменами, со всеми теми, кому небезразлична судьба тех ребят, Которые погибли во время войны молодыми. И, конечно, выразить также слова благодарности всем нашим афганцам, Которые мне помогли выразить слова благодарности главе администрации Лыжи-Гутинского района, Малокарачаевского района, депутату Узденову Джошарбеку, братьям Узденову Казиму Назиму, братьям Салпагаровым и многим-многим другим. Потому что очень много кто помогал мне. И, соответственно, всех я не смогу перечислить, но всех тех, кого я помню, хотелось бы, чтобы они знали. О них мы помним, чтим их, то, что они сделали. И благодаря их финансовой поддержке и духовной поддержке... Все это состоялось. Да, все это состоялось. Честно говоря, на момент открытия приехали генерал Тутрин, известный в России, он военно-начальник, и Нуманов, который долгое время курировал МВД СКФО. И, соответственно, лидер афганцев, Франц Адамон Килинцевич, приехал также от губернатора, его представитель, начальник управления, и, соответственно, приехал председатель Смоленской думы. И, честно говоря, я даже где-то ожидал, но именно, что так вот будет помпезно, да. Они с таким пониманием отнеслись к нам, вот хочется выразить слова, огромная благодарность Смолянам. Вот местные жители как восприняли эту идею? Восприняли они просто с такой благодарностью. Выступающие, вот даже выступал военком, и он сказал, что они берут под опеку этот памятник, они будут ухаживать за ним вместе с юно-армейцами. Вот как бы, да, и отношения, вот у них читалось в глазах, они плакали. И то, что вот, как сказал, когда выступал спикер парламента, до войны, Великой Отечественной войны, Смоленская область насчитывала миллион девятьсот тысяч. Сейчас, по прошествии стольких лет, всего девятьсот тысяч. Миллион они так и не добрали. Потому что каждая семья, каждый клочок земли там пропитан кровью. Как никто, Смоленская область первая в России приняла удар на себя, именно удар войны, почувствовала зверство фашистов на своей земле. Они, честно говоря, это другие люди, и мне было очень приятно с ними общаться, потому что это очень простые люди, очень добродушные и очень отзывчивые. Конечно, вы сделали большое дело, увековечили память тех ребят, которые погибли, отдали свои жизни за нас. Я благодарю вас за вашу работу, благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. Огромное спасибо, потому что иначе нельзя. Если мы не будем помнить тех, кто погиб, за то, чтобы мы так жили, грошь нам цена. Наша задача продолжать искать. У меня еще куча документов по тем погибшим, по которым я еще буду работать. Огромное вам спасибо за приглашение. И вам. Сегодня исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. За время существования пионерии в ее рядах побывали 210 миллионов советских детей. Сегодня действующие детские общественные объединения приняли эстафету массового детского движения страны советов и сохранили главный его принцип – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Так, Тимуровское движение переросло в движение волонтеров, военно-спортивные игры в движение юно-армейцев. Наследником советской пионерии стало российское движение школьников. Этот праздник каждый год массово отмечают в Зеленчугском районе. Поностальгировала о прошлом с бывшими пионерами и пообщалась с орлятами, только вставшими на крыло пионерии, Фатима Даурова. Утро доброе! А утро сегодня мы встречаем в маленьком поселке Даусу с Зеленчугского района. Повод для визита был знаменательным и особенным. Ведь сегодня исполняется 99 лет со дня образования пионерского движения. И вот в этой маленькой школе буквально через несколько минут бывшие октябрята, присягнув, уже вступят в ряды пионерской организации. Вот мы и посмотрим, как это будет. Ну а пока ребята готовятся к линейке, немного истории об этом празднике. Когда-то этот весенний день был торжественным, особенным для тысяч мальчишек и девчонок. Отличников из самых-самых принимали в пионеры 22 апреля, в день рождения вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Остальных – 19 мая. К этому событию тщательно готовились, тренировали память, заучивали клятву пионеров и слова песни, гимна пионерии. Светесь разграми, синие ночи, мы пионеры, дети и рабочие. Визит цемера светлым годом, клич пионеров всегда будет готов. Всесоюзная история пионерской организации осталась в прошлом. Однако каждый год в этот день члены КПРФ до сих пор принимают в пионеры, желающих повязать красный галстук мальчишек и девчонок. Самый главный атрибут пионера. Без него в школу пройти было невозможно. Его тщательно, ежедневно настирывали и наглаживали. Оказывается, их не всегда завязывали узлом. Были специальные зажимы для пионерских галстуков. Таким приспособлением 72 года назад, будучи юным пионером, пользовался и ветеран космодрома Байконур. Старший механик приборного отсека ракеты-носителя, на которое полетел в космос Юрий Гагарин и очевидец первого полета человека в космос Николай Константинович Шолухов. У нас сначала даже были, знаете, такие зажимы. Вот мы там было пионерское. Это когда-то еще нам, я имею в виду, мои старшие сестры передали нам. А потом завязывать приходилось, так сказать, определенно, чтобы был взялок хороший и так далее. Ну, научились, научились. Ощущаю доброе, так сказать, начало. И хотелось бы, чтобы эти дети, которые сейчас мы будем принимать, прочувствовали это. И как бы продолжили наши традиции. Хотелось бы, чтобы продолжали. Сегодня в ряды пионерской организации вступают 27 октября. Лидер райкома КПРФ Зеленчукского района Роза Чучаева каждый год принимает десятки детишек в пионеры. Знаменитое приветствие, салют. Открытая ладонь выше своей головы означала открытость помыслов и верховенство общественных интересов над личными. И вот он, торжественный момент. Повязан галстук, дана присяга и знаменитый клич. Всегда готов! Новоиспеченные пионеры уже знают, какими принципами руководствовались их предшественники. У современных ребятишек почти такие же девизы и настроек, как у их сверстников из СССР. Однако время внесло свои коррективы. Звенья, дружины и отряды сменили названия. Ушли в историю пионерские костры, но идея и основа остались теми же. Пионер первый в учебе, первый в спорте. Пионер подает пример младшему поколению, помогает и ни в коем случае не делает плохо другим. Вежливый со всеми людьми. Я очень хотела стать пионером. Пионеры, они уважают старших, помогают младшим, помогают взрослым. Они следят за чистотой природы. Они всегда должны помогать старшим. Я всегда хотела стать пионером, потому что я очень люблю делать добрые вещи, помогать, поступать правильно. И я хочу, чтобы с меня брали пример. Уже после линейки юные пионеры стали слушать интересный рассказ гостя церемонии участника первого полета человека в космос Николая Константиновича Шолухова. Он подарил школе выпуск газеты «Комсомольская правда», датированной 13 апреля 1961 года. Ветеран космодрома Байконур и с нами поделился своими воспоминаниями. Когда ракета поднялась, мы из бункера выбежали. Это бункер, где был пульт управления. Она полетела, и мы с радостью увидели, что Юрий Алексеевич, я говорю, сказал, поехали. И ракета полетела, так сказать, по своей траектории. И мы узнали, что это уже полет нормальный. И должны были знать, когда он возвращается, потому что он должен был сделать один виток. И мы ждем, когда же это нам сообщат, когда он приземлился. В определенное время, через 108 минут, он приземлился в районе Энгельса, Саратовской области. Нам сообщили, а потом по громкой связи голос Левитана сказал, что человек в космосе, Юрий Алексеевич Гагарин. Мы были очень рады, обнимались и так далее. И наконец-то мы почувствовали, что действительно мы сделали что-то очень значимое. Огонь побед и стремлений чистых создавали первопроходцев везде. В космосе, в строительстве, в вооружении, в науке, в медицине. Тот, кто галстук носил, всегда верил во что-то светлое в себе. Пионерская закалка не забывается вовек. И эти красные законы знает каждый человек. Трехкратно учиться и быть готовым всегда. Фатима Даурова, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. До усы. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. «На пазм что-то берем?» «Давай вот с этим «Айди» возьмем, с той ромашечкой». «И вы уже в эфире? Я такой «А, вы в эфире?» и выхожу обратно». «Внимание! Минута до эфиры!» «Мотор!» 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 Субтитры создавал DimaTorzok